Всем привет! Меня зовут Камила и я рада вас приветствовать на канале Cooking by Kami. Сегодня я хочу вам показать свадебный торт. Сегодня у нас будет трехъярусный торт, высоту которого увеличили с помощью фальшъяруса. Вы уже видели, что я использую фальшъярусы в приготовлении многоярусных тортов. Но, как правило, обычно я заменяла один ярус полностью фальшъярусом, либо добавляла. В этот раз каждой начинке я добавила по фальшъярусу. К примеру, начинка была 10 см, и я добавила еще 10 см фальшъя. Тем самым высота каждого яруса получилась 20 см. Торт решено было покрывать масляным кремом, потому что у нас в декоре использовалась мастика. Можно было сделать масляный крем, либо крем-ганаш, но я остановилась на масляном. Нижний ярус торта у нас был медовик. У меня злыми обидами крема один сметанный, второй крем свареный сгущенкой. Это безумно вкусная начинка, я настоятельно рекомендовала заказчику. Второй ярус более легкая начинка йогурт с малиной, которая нравится абсолютно большинству. И третий ярус ореховая из Тархази. То есть весь торт состоял из трех разных начинок, можно было попробовать каждую из них. Тархази. 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 Ты слушу. Тархази. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Далее нужно было покрыть торт из аэрографа золотом и нанести уже мастику. Продолжение следует... 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 эскиз красивый, то здесь уже нужно прибегать к использованию фальш-ярусов. В этом нет ничего абсолютно страшного. Часто пишут, как резать такой торт. Рук, жених, с невестой начнут резать пенопласт. Вас же никто не запирает в комнате без информации один на один с тортом, с ножом. Угадай, где резать. Каждый раз с невестой, с женихом обсуждается, где будет фальш-ярус. Они уже знают, где резать. Поэтому ничего здесь смертельного, страшного, резонансного вообще не бывает. Внешний фальш-ярус задекорирован точно так же, как и съедобная часть, и абсолютно никак не отличается от съедобных ярусов. Поэтому мы всегда за использование фальш-яруса. Это очень классно. За это не нужно переплачивать, и у вас получается по итогу высокий торт. А представьте, если свадьба в ресторане, в банкетном зале, где высокие потолки, и вам выкатывают торт 30 сантиметров высотой. Как это будет смотреться. Поэтому это классно, это нужно использовать. Берите на заметку. В эти выходные у нас был еще один классный торт, большой, 30 килограмм, прямоугольный. На юбилей мужчины. Ему исполнялось 70 лет, и он ярый фанат охоты. Я думаю, вы уже поняли, какой это был торт, и в каком стиле. Основное требование заказчицы было, чтобы на торте было как можно меньше мастики. То есть покрытие мастики мы сразу исключили. И тут же мне пришла идея в голову, раз у нас все в стиле охоты на животных, то покрытие можно сделать с помощью японского зеленого бисквита. Он, как нельзя, кстати, передавал ту растительность, которая нам нужна была для того, чтобы изобразить охоту на животных. К тому же этот бисквит очень легкий, вкусный и очень красочный и насыщенно зеленого цвета. Я все-таки запомнила, сколько сантиметров был каждый ярус, сколько весил каждый ярус. Обычно вы это часто спрашиваете, а я не запоминаю, не успеваю, мне бывает не до этого. В общем, нижний ярус у нас весил 19 килограмм начинка медовик и был 60 на 8 сантиметров. Верхний ярус ореховой начинкой из Тархази весил 6 килограмм и был 60 на 40 сантиметров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сам торт упаковали, спустили, погрузили и поехали на доставку. Я успела все это вам отснять и показать, потому что знаю, что эту часть вы тоже очень любите. Субтитры создавал DimaTorzok Сам процесс разрезания был уже назначен 11 часов вечера, ну или ночи. В это время я не смогла присутствовать в пакетном зале, но зато сопровождать торт у меня получилось. Проконтролировать, как его привезли, занесли и уже передали заказчику. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok